В неделю четвертую у Великого Поста митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим посетил город Кусу и совершил божественную литургию в местном храме. О церкви Казанской иконы Божьей Матери и о том, чем кусинцам запомнится визит правящего архиерея, смотрите в следующем сюжете. Город Куса немногим моложе Челябинска. Его основали в 1778 году. Как и многие уральские города, Куса обязана своим возникновением чугуноплавильному заводу. А кусинское литье в свое время конкурировало с Каслинским. Старинный храм в честь Казанской иконы Божьей Матери стоит на берегу реки Кусы. Как и обычно, на архиерейских службах храм был до отказа заполнен людьми. За литургией молились не только взрослые, но и необычайно много детей. После богослужения митрополит Никодим произнес проповедь, посвященную духовному развитию человека. Наиболее подробно учение об этом разработал преподобный Иоанн Лествичник, память которого церковь чествует в неделю четвертую Великого Поста. В этом году эта служба выпала на 22 марта, когда церковь празднует память 40 мучеников севастийских. По словам архипастыря, они дают нам пример несгибаемой веры, которая лежит в основе любой добродетельной жизни. Быстро состарились, ушла красота, ушли способности, знания уходят. И остается с человеком только его вера. Вспомните об этом, братья и сестры, сейчас. Когда многие из вас молоды, когда многие из вас еще обладают силами, узрите, например, святых мучеников севастийских и восходите по духовной Лествице доброделание и благодение, подобно тому, как об этом говорит Иоанн Лествичник. И тогда действительно обрящите Царствие Небесное, рай долгожданный. На Божественной Литургии присутствовал глава города Анатолий Милентьевич Лаптев. После службы он вместе с настоятелем храма, протеереем Леонидом Малых, поблагодарил владыку за посещение и попросил благословения на дальнейшее плодотворное сотрудничество прихода с городским поселением. После литургии владыка Никодим познакомился с работой Приходского духовно-просветительского центра. Присутствовал на занятии воскресной школы, а напоследок сфотографировался вместе с юными воспитанниками.